Нерадивых накажут. Строительство, благоустройство и капитальный ремонт. Сразу несколько важных тем оказались в центре внимания заместителя главы города Андрея Воронова. В рамках рабочей поездки он посетил отдаленные районы Нового Уренгоя. На календаре середины июля у подрядчиков совсем немного времени, чтобы успеть справиться с заявленными объемами. Где работа кипит, а кому необходимо активизироваться, знает наша съемочная группа. Обо всем подробнее расскажем прямо сейчас. Твердое покрытие, асфальт. Деревья попадает только одно дерево. Постараюсь его сохранить. Все надо сохранить. Будет по периметру зеленая зона. Вот эта вся часть будет в зеленой зоне. Это все отсыпается. И сверху на твердом покрытии крошка. Пока кроме рассказов о том, как будут устроены детские площадки в районе Лимбияха, компания-подрядчик «Ямалстройдом» не может показать ничего. За три недели с момента демонтажа старых игровых зон к строительству новых специалисты так и не приступили. Задержки связаны с окончанием работ по другим контрактам. В рамках программы формирования комфортной городской среды в Лимбияхе обустроят три детские площадки. Причем на одной из них, помимо малых архитектурных форм, разместятся тренажеры и игровое поле. Сроки сдачи объектов намечены на 20 августа. Сейчас у нас перебазировка техники с нового рингоя сюда и материалов для благоустройства. Это поребрик, бордюр, щебень и, соответственно, песок. Обратная засыпка у нас практически по всем площадкам. Завтра будет разбивка всех геодезических основ. И, соответственно, приступим к работам по устройству тротуаров и ограждения самих площадок. Мы говорим сейчас про вот этот счетчик. Сколько он стоит? 28 миллионов. До домов? До конца домов, да. Потому что я понимаю, уровень разный, поэтому надо снимать. К активной работе по строительству спортивного комплекса Хворачаева готовятся подключиться дорожники. Компания Уренко-Дорстрой ждет своего часа, чтобы приступить к укладке асфальта на подъездных путях и территории комплекса. Здесь уже обустраивают основания под асфальт, укладывают бордюр и бетонируют тротуары. У нас заключен договор. Как только нам перейдут основания, ориентировочно, наверное, конец июля, начало августа, мы выходим и асфальтирование посредством площадку вокруг спортивного комплекса. Кипит работа и внутри помещений. Отделочники ведут финишную затирку. Параллельно идет наладка инженерных систем. По словам руководства компании заказчикам, сегодня ничто не мешает ввести спортивный объект в эксплуатацию в установленные сроки. А это конец 2018 года. По самому споркомплексу, то есть монтаж инженерных систем закончен где-то процентов на 90, сделана черновая отделка, по душевым выложена полностью плитка, на стенах пол будем уже делать в конце, когда все будет готово. Не так радужно обстоят дела в жилищном строительстве. Не все подрядчики, занимающиеся возведением жилья по программе переселения из ветхого и аварийного фонда, используют теплые дни по максимуму. По ходу объезда в районе Олимпиях и Карачаева, к сожалению, не на всех объектах это удается увидеть. Здесь мы стоим на площадке семиэтажного дома, строит Тюменская автодорожная компания. К сожалению, если помните, мы приезжали с вами больше месяца назад, практически ничего из меня не случилось. Что не скажешь о спортивно-оздоровительном комплексе, что не скажешь о трехэтажном доме, который строит Ленар, и что не скажешь о новых домах, которые будут в площадке госстроя. Они только начинаются, но видно, что работа кипит, народом обеспечены. Работы кипят и на распределительной подстанции. Ее увод позволит обеспечить надежным электроснабжением и новый район, в том числе участок, выделенный под индивидуальное строительство. Также идет реконструкция центрально-теплового пункта. Объект полностью оснастят современным оборудованием. Пока процесс не завершен. Подрядчику напомнили об ответственности за стрыв сроков и нерасторопность. Сроки Ямальского лета очень короткие. Стараемся подбодрить все-таки. С кем не получается, будем наказывать рублем. Такие рычаги у нас есть. Финальным этапом объезда стало посещение домов, попавших под программу капитального ремонта. Напомню, таких в районе Карачаева три. Строители отремонтируют кровли, на двух из домов обновят фасады. Пока все работы идут в плановом режиме. Виктория Воронецкая, Татьяна Стофеева, Богдан Жигделев. Служба новостей. Импульс.